Победители спорчевная команда КАМАЗ-Мастер! В аэропорту Бегишева царит атмосфера победы. Здесь все в стиле синей армады. В зале ожидания родственники, болельщики и коллеги. Лично встречают руководство КАМАЗа и мэр набережных Челнов. Сегодняшняя победа, она, наверное, особенно цена для нас. Потому что сегодня, в день рождения команды, всего 36 лет назад состоялось это мероприятие, когда учредили команду. И вот 36 лет команда шла вперед, к высотам. Мы челнинцы. Гордимся, что в нашем городе, в столице автомобильной промышленности Российской Федерации, в Челнах, есть такая челнинская, татарстанская российская команда. В руках победителей символ ралли-рейда, шелковый путь, белый тигр. Он олицетворяет скорость, ловкость и силу. Именно этими качествами должен обладать настоящий гонщик. Это доказали ребята КАМАЗа. Победителем грузового зачета стал экипаж Дмитрия Сотникова. Это его пятая победа и рекорд по победам в истории ралли. Второе место занял экипаж Эдуарда Николаева. На третьем белорусский гонщик Сергей Визович. Самое сложное было довести результат до финиша, потому что вся гонка была очень напряженная. И по времени было близко соперникам. Каждый день ситуация менялась и борьба шла до первой ошибки. И важно было очень аккуратно, технично и быстро довозить до финиша. Поэтому до самого финиша шла борьба. Очень интересный был в этом году маршрут. В Монголии мы впервые с Дмитрием Сотниковым. И так получилось, что и результаты хорошие. Поэтому Монголия очень удивилась. Своими пейзажами, своими дорогами, песками, камнями. Очень было непросто. Каждый день за успехами гонщиков следили родные. Когда папа выигрывает, я рад. Когда я выигрываю, папа рад. И все рады очень. Пять часов неведения, когда следишь за гонкой, и потом раз, пять часов пропадает куда-то непонятно. Остальные финишируют экипажи, смотришь, Андрея нет. Поэтому очень переживательно. Сейчас команда отправится в отпуск. В сентябре их ждет чемпионат страны «Холмы России». Искандер Гималдинов, Булат Абдульманов, ТНВ, Нижнекамск.